Сегодня в Балаковском районном суде вынесли приговор водителю, который насмерть сбил велосипедистов. Напомню, ДТП произошло 5 августа на улице 30 лет Победы, около половины 12 ночи. 19-летний водитель превысил скорость и, спускаясь с моста Победы, не успел отреагировать на появление человека на проезжей части. Сам молодой водитель, рассказывая на предыдущем судебном заседании об обстоятельствах аварии, рассказал, что скорость превышал, однако на спуске с моста он якобы убрал ногу с педали газа и машина шла накатом. Согласно экспертизе, тормозной путь составил 66 метров, а скорость движения автомобиля около 134 км в час. Велосипедиста на дороге водитель заметил поздно. Мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте. Ранее здесь был пешеходный переход, однако после ввода в эксплуатацию моста Победы зебру не вернули на место. При этом люди продолжали переходить улицу в привычном месте и, как результат, ДТП с погибшим человеком. В районном суде было рассмотрено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя города Балакова-Краснова, который совершил дорожно-транспортное происшествие при следующих обстоятельствах. 5 августа 2016 года в ночное время он следовал по мосту Победы с улицы Кагарина по направлению к улице Тармавской и на улице 30 лет Победы у дома 9-1 совершил наезд на велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший Иванов скончался на месте от полученных травм. В ходе судебного следствия подсудимый вину в рамках предъявленного обвинения полностью признал, раскаялся. В ходе судебного следствия, как и в предварительном следствии, было установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло в результате того, что Краснов превысил допустимую скорость практически в два раза и в связи с этим допустил наезд на пешехода. Обвинение просило признать виновным Краснов в совершении преступления, предусмотренном статье 264 части 3 Уголовного модекса Российской Федерации. Ну и, конечно же, с учетом всех смягчающих обстоятельств, а их много здесь по данному уголовному делу, и с учетом позиции самой потерпевшей, которая вообще не настаивала на лишение свободы подсудимого обвинения, попросила назначить наказание не в виде двух лет, шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселения, с лишением права управления транспортным средствами сроком на три года. Краснов, Вячеслав Григорьевич, признательному в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного модекса Российской Федерации, назначение наказания для лишения свободы сроком на один год, с лишением права заниматься денег, с учителями сопровождения транспортными средствами сроком на три года. Наказание для лишения свободы подсудимого обвинения в колонии поселения. Особенность указания к месту отбывания наказания следует самостоятельно в соблюдении требований статьи 275.1 Уголовного исполнительного кодекса Российской Федерации, рекомендирующий порядок направления осужденных в колонии поселения. Срок отбывания наказания к разному исчисляется дня его предприятия в колонии поселения в зачетном времени следует неосужденному к месту отбывания наказания. Продолжение следует...